Учитывая то, как я устаю в последнее время, мое бледное лицо в этом видео, возможно, даже мой натуральный цвет. Приветики! Как говорится, вы не просили, мы рассказываем, поэтому я собираюсь потратить несоразмерно большое время для того, чтобы рассказать о топике, который абсолютно того не стоит. Да, давненько я не разбирала с вами персонажей из каких-нибудь игр, и вот, наконец-таки, настало это время. Дело в том, что обычно единственный двигатель, который тянет вперед мою мотивацию для того, чтобы делать обзоры, это ненависть. Ну, и как-то очень долго я не испытывала этого чувства. Ну вот, выходит новая замечательная игра Baldur's Gate 3, в которой я пропадаю все свое свободное время, и где-то спустя часов 60 игры я почувствовала накопившееся вдохновение. Поэтому сегодня на примере такого персонажа, как Астарин, мы с вами поговорим о следующих вопросах в психологии. Это проблемы нормы и патологии, проблемы врожденных и приобретенных черт, ну и, конечно же, нарциссизм, нарциссическая психопатия и то, почему нарциссы могут быть опасны в реальной жизни. К сожалению, я поняла, что сценарий весь целиком я выучить не могу, потому что он вышел на 12 страниц. Не то, чтобы у меня раньше никогда не было сценарий на 12 страниц, но обычно я половину этого сценария читала закадровым голосом, потому что там были какие-нибудь вставочки. Сейчас же у нас с вами исключительно разговор, и это значит, что особенно много закадрового текста не будет. И я подумала, что раз уж у нас получается не столько обычное видео и обычный обзор и обсуждение персонажа, сколько лекция по психологии, я имею полное право, как самый настоящий лектор, использовать технику. Поэтому я буду периодически, а, возможно, довольно часто подглядывать в текст, чтобы не ошибиться в терминологии, чтобы точно перечислить все пункты, которые я хочу перечислить. Ну и в целом, чтобы не учить 12 страниц сценария, потому что кто подписан на мой телеграм, те знают, что у меня сейчас хватает, чем заняться. В общем, поехали! Для начала, краткая информация о нашем сегодняшнем пациенте и немного сеттинга, потому что я знаю, что мои видеообзоры и обсуждение персонажей смотрит намного больше людей, чем смотрят видео с прохождениями. И, в принципе, я знаю, что некоторые люди, которые меня смотрят играми, вообще не увлекаются. Астариан у нас упырь, не только по личностным качествам, но и по происхождению. Он является вампирским отродьем. Во вселенной данной игры это существа, которых укусил высший вампир и передал букет особенностей. Цветобоязнь, жажда крови, пожизненное рабство у того вампира, который его укусил. У отродья есть часть способностей вампира, но вампир все же будет покруче. Гипотетически, если отродье выпьет кровь своего хозяина, оно превратится в настоящего вампира. Но это только гипотетически, потому что никто не захочет своего раба превращать в равного себе. Вот и получается, что атмосфера в коллективе довольно напряженная, ведь сотрудники буквально точат зуб на своего хозяина. Астариан 200 лет провел в рабстве у высокопоставленного упыря. И хозяин там собрал полный набор утырка. Пытал всех своих отродей, наслаждался их страданиями, морил голодом, использовал для своих целей, а в конце концов вообще удумал в жертву их всех принести в ритуале, чтобы стать супер-мега-крутым вампиром, которому солнце будет нипочем и силище будет неимоверное. К несчастью для него и к счастью для Астариана, на город было совершено нападение инопланетных захватчиков, которые среди многих прочих похитили каким-то образом и Астариана. Там ему и остальным несчастным вживили имплант в мозг, побочным действием которого было освобождение от вампирских дебафов. Теперь Астариан может ходить под солнцем и входить в любой дом, но по его следу уже направляются охотники, чтобы вернуть хозяину. После такого описания хочется посочувствовать персонажу, не так ли? А вот хрен там. Это самое бесячее, мерзкое, двуличное и лживое существо, которое только могло попасть в команду к протагонисту. Изворотливый хлыщ, который жаждет всегда быть в центре внимания, лишенный эмпатии и морали, манипулирующий окружающими в своих интересах и ничуть не чурающихся своих садистических желаний. И мы попробуем разобраться в механизмах данного поведения, является ли оно врожденным или приобретенным в ходе двухсотлетнего рабства. Спойлер, ответ да на оба варианта. А как так вышло, посмотрим дальше. Прежде чем начать препарирование, необходимо сделать пару дополнительных оговорок. Мы имеем дело с компьютерной игрой, и это компьютерная игра в псевдо-средневековом магическом сеттинге. А, соответственно, боев и разных боевых взаимодействий тут довольно много. Все персонажи в игре так или иначе убивали людей, делали это пачками и не испытывали никаких мук совести. Поэтому я буду считать, в принципе, наличие боевых навыков и убийства в анамнезе обычным культурным феноменом данной вселенной. И по большому счету буду просто игнорировать, как будто не было всех этих тонн выкашенных NPC. И вторая оговорка, это опять же, так как у нас фэнтези-вселенная, существа, которые являются долго живущими или вечно живущими, не новость. И Астариан, являющийся эльфом изначально и являющийся вампиром впоследствии, так или иначе, относится к долго живущим существам. В нашем мире реальном, к сожалению, нет данных, которые могли бы позволить мне сделать достоверные выводы относительно того, как травматичная ситуация будет развиваться в случае, когда существо живет 200 лет. А анализируемый нами персонаж подвергался стрессовому воздействию на протяжении именно этого промежутка времени. То есть дольше, чем люди в реальном мире, в принципе, живут. У нас нет даже никаких данных, даже гипотетических, относительно того, как личность человека даже в норме будет развиваться за такой длительный период. Поэтому все, что я буду говорить, это исключительно теоретизирование и попытка перенести данные, имеющиеся в реальном мире, на фэнтезийную вселенную, что само по себе не является, на самом деле, правильным. Но что кто нам сделает? Мы в другом городе. Все, оговорку это сделано, теперь переходим непосредственно к содержанию. Держитесь, информации будет много. Можете даже конспектировать, потому что непосредственно про игру здесь будет вот столько, а про проблемы психологии будет вот столько. В общем, да, у нас лекция по психологии прикрыта компьютерной игрой. Я тебе напиздил, понимаешь? Напиздюнкал, наебался, чё ж, блядь. А начать нам придется с базы. Это база. Так как в итоге мы придем к тому, что мы будем анализировать нарциссическое расстройство личности, изначально нам нужно определиться в том, что есть норма и что есть патология. Почему я решила, что с этим персонажем что-то не так? Только ли на основании того, что он мне не нравится? Ну, да, но нет. И поэтому мы начнем с разбора этой проблемы. И сразу делаю оговорку, что в реальном мире проблема нормы и патологии, как таковая, тоже не решена. То есть нет четких определений, понимания того, что есть норма, что есть патология, и как понять, где норма, где патология, и разграничить их. Существует множество подходов к этому вопросу. Я сейчас перечислю самые основные, просто чтобы вы тоже разбирались в этой теме. Статистический подход. Нормой является то, что сильнее всего распространено. Есть ряд психических функций, которые можно каким-то образом оценить количественно и посмотреть распределение. Попал в большинство, ты здоров. Если отличаешься чем-то, то с тобой что-то не так. Статистика требует сбора данных, так как в игре мы их собрать достоверно не можем, или нам надо очень постараться, чтобы это сделать, поэтому этот подход мы пропустим. Я просто сказала его для общей информации. Культурно-релятивистский подход. Нормой является следование требованием культуры. Показателем нормы является соответствие поведения требованием общества. А вот это уже интересно. Общество в целом довольно разнородное, и данный критерий сильно зависит от того, какую группу, какую когорту мы рассматриваем. Так, например, среди вампиров поведение Астариана не будет выделяющимся. По его же собственным словам, вампиры в основном являются самовлюбленными, грандиозными маньяками с манией преследования. Среди дьяволов такое поведение тоже не будет чем-то из ряда вон, хотя там больше ценится авторитарность и садистические черты, которых у Астариана меньше, чем самовлюбленности и демонстративности. А вот в остальных группах уже начинаются какие-то интересные подвижки, потому что в целом мы видим, что и на тех же дьяволов, и на тех же вампиров окружающие люди реагируют, ну, так, ну, что как-то слишком какие-то высокомерные, заносчивые и вообще придурки. Но еще таким косвенным критерием того, что поведение Астариана является выходящим за рамки среднестатистической нормы по больнице, является такой критерий, как система оценивания поступков протагониста остальными членами партии. И когда герой совершает какое-либо действие, когда он принимает какое-либо решение, остальные персонажи из группы могут выразить свое мнение. Есть специальная шкала, на которой можно отследить, насколько отношение персонажа к главному герою хорошее или плохое. И я заметила такую тенденцию, она не подтверждена, потому что для того, чтобы получить достоверные данные, нужно много раз пройти и перепробовать много разных вариантов. Но, в общем, я заметила такую тенденцию, что, играя за такого просоциального протагониста, выбирая максимально ярко выраженно хорошие, правильные решения, я часто получала одобрение от большинства других персонажей, даже от тех, кто условно злой по своему мировоззрению, потому что я была правильным, хорошим персонажем, соответственно, правильные злые оценивали мои правильные, такие, законные поступки. А добрые персонажи оценивали добрые. И получается так, что со всей группой у протагониста были хорошие отношения, но с Астарианом они были едва ли не на грани фола. Пусть начнёт говорить быстрее, его тогда отпустят. Да, так что ты либо начинай рассказывать, пока язык ещё при тебе, либо ты можешь помолчать ещё, и тогда мы твой прах просто сгребём в урну, а урну мы знаем, кому продать, потому что таки там где-то на выходе стоит очень ушлый молодой человек, который покупает это всё говно. То есть получается, что можно как-то экстраполировать эти данные и предположить, что если подход к восприятию мира у большинства персонажей, которые являются представителями абсолютно разных групп, разительно отличается от взгляда Астариана, то, возможно, они его оценивают как отличающегося от них. И, возможно, отношение, если не негативное, а оно не негативное, то как минимум ряд поступков и поведение может оцениваться тоже по такому же принципу, как неподобающее. Но это такой критерий очень косвенный. Просто я подумала, что может быть тоже интересно. Ну тут, конечно, полный швах почти по всем фронтам. И да, можно сказать, что ряд из этих черт не являются конституциональными, а являются приобретёнными в ходе двухсотлетнего рабства. Но, опять же, личность, которая пережила такой травматичный опыт и вследствие него изменилась, уже не может быть названа в полной мере норматипичной. Но эти черты могут поддаваться коррекции, поэтому давайте даже, допустим, не будем их рассматривать. Но если взять ответственность, нравственные ориентиры, терпимость к другим людям, то это абсолютно точно не про Астариана. И у меня есть основания полагать, что никогда и не было про него. Адаптационный подход. Норма как степень и способность адаптироваться к социуму. Адекватными являются те реакции, которые возникают в ответ на жизненные обстоятельства, имеют приспособительный характер и целесообразны на социальном уровне. А вот тут, кстати, на первый взгляд как будто всё нормально. Астариан делает максимум из того, что может. Он настоящий выживальщик, подобно хамелеону, адаптирующийся к любым изменяющимся условиям. Но является ли подобная гиперадаптивность нормой? Или всё-таки не является? В общем, если посмотреть на картину в целиком, она получается довольно смазанной. И в реальной жизни всё абсолютно точно так же. Учёные посмотрели на эти подходы, посмотрели на реальную жизнь, репу почесали и пришли к мнению о том, что, ну, как-то нормы и патологии не хватает. Нужно ввести что-то посерединке. И ввели категорию, которая называется пограничные состояния. Пограничные состояния — это такие, когда, ну, вроде по запаху явно кто-то обосрался. Но так смотришь вроде и не особо. И к пограничным состояниям относятся неврозы, психогенные психозы и психопатия. Они же расстройства личности. А в конце мы должны, помним, прийти к анализу наркотического расстройства личности. И, кстати, да, по поводу ударений. Это как с компасом и компасом. Психопатии так принято говорить в научной и психологической среде. Но можно говорить и психопатии. А вообще не надо говорить ни психопатии, ни психопатии. Сейчас принят термин расстройство личности, потому что термин психопатия, психопатия, ну, имеет негативную коннотацию. Итак, в рамках данного блока обсуждения мы в целом можем прийти к выводу о том, что Астариан по его личностным характеристикам является скорее пограничной личностью. Но является ли его состояние врожденным или же приобретенным? Проблема врожденного и приобретенного – это еще один вопрос, являющийся краеугольным камнем психологии. Изначально эта проблема развивалась в русле психологии личности. По лагерю спорили, рождается ли человек чистым листом, табула раса, или же есть какие-то заранее предустановленные функции. Каждый лагерь находил доказательства своему воззрению. В итоге набралось достаточное количество данных по обе стороны, и психологи, почесав репу, пришли к выводу, что, видимо, есть и врожденное, и приобретенное. В рамках разговора о каждой отдельной личности эта проблема приняла особенный интересный оборот. Есть ли в личности человека такой фундамент, который изначально может быть криво положенным и определяет судьбу всего построенного в дальнейшем на нем здания? Да, такой фундамент есть, и он называется индивидные свойства. Это такие особенности личности, которые присущи человеку как представителю вида, но в рамках которых могут быть какие-то различия, как, например, темперамент, который является следствием особенностей нервной системы, или задатки, которые являются следствием констелляции особенностей физического и когнитивного развития. Эти индивидные свойства часто связаны именно с биологической основой, которая может меняться под воздействием генов или же внешних патогенных стимулов. Поэтому врожденными называют не обязательно генетически детерминированные особенности, но и такие особенности, которые формируются на этапе внутриутробного развития в средстве разного рода воздействий. На основании этого базиса уже будут формироваться более сложные функции. И тут выходит на сцену понятие приобретенных свойств, то есть таких особенностей, которые возникают в ходе развития, в средстве воспитания, воздействия среды или окружения. Чем раньше наступает какое-либо повреждение и чем оно серьезнее, тем фатальнее будут его проявления во взрослом возрасте, потому что если фундамент недостроен, то стены будут стоять боком. Но даже при плохом фундаменте можно успеть поставить подпорки и возвести хотя бы сарай. Взаимодействие этих факторов нашло свое отражение в подходе, который называется биопсихосоциальным, и он подчеркивает важность всех этих аспектов формирования личности. Но мы держим в уме, что мы в итоге должны прийти к анализу расстройства личности. А что такое расстройство личности? Это врожденные или приобретенные в раннем детском возрасте патологические изменения личности, или, как сейчас принято говорить, патологические изменения характера, потому что личность изначально не является врожденной, поэтому как у нее могут быть врожденные патологические изменения? Человек рождается как индивид, то есть носитель индивидных свойств, а личностью он становится в процессе социализации. Конечно, если изначально есть какие-то трудности, то и социализироваться будет сложнее, хотя это по-прежнему возможно. Но также нарушения личности и ее изменения, разумеется, могут произойти под воздействием социально-психологической среды, и органических воздействий. Поэтому принято выделять, собственно, психопатию или расстройство личности и псевдопсихопатию, то есть такие изменения личностей, характера, которые являются следствием какого-либо органического воздействия. Итак, не спать, товарищи депутаты, не спать! Мы уже приближаемся к середине нашего обзора. Я постаралась как можно сильнее сократить всю эту базу, которую надо было вам сказать, но теперь мы переходим постепенно к чуть большему количеству примеров, поэтому собрались, главное, зафиксировали, что расстройства личности могут быть либо врожденными, либо приобретенными вследствие каких-либо органических воздействий. Правда, обычно в случае, когда мы имеем дело с псевдопсихопатией, мы встречаем более печальную картину, потому что распад уже имеющихся навыков и особенностей является более удручающим, чем изначально плохо сформированная личность. Что интересно на нашем подопытном, так это то, что здесь могут реализовываться оба варианта, плюс один чисто теоретический, который я родила самостоятельно. Реализовалась как женщина, получается. В общем, главное, что мы можем видеть в этом персонаже, это то, что на первый взгляд мы имеем дело с прирожденным психопатом. Мы не видим здесь дефекта, мы видим крайне уебищную личность. Но все же, если бы был дефект, как его разглядеть? Ну, обычно нарушения, затронувшие уже сформировавшийся мозг, не бывают точечными и локальными, поэтому нарушение одного звена тянет за собой ухудшение других функций. Псевдопсихопат будет иметь проблемы с памятью или вниманием, может быть, нарушится мышление, может быть, будет больше компонент импульсивности вследствие трудностей контроля и выраженной дисфории, то есть подавленность. Высокомерие, грандиозность, аморальность и цинизм не являются теми чертами, которые обычно проявляются вследствие распада. Но, к сожалению, мы не имеем доступа к информации о ранней жизни данного персонажа, и мы не можем в полной мере знать, насколько данные особенности сформировались на изначально неправильно выложенном фундаменте или здесь замешано в воспитании. Или и то, и другое, что больше похоже на правду. И, скорее всего, и то, и другое. Времена у нас псевдо-средневековые, детям мало кто уделял внимания, и игра сама отлично это демонстрирует, показывая не в меру самостоятельных и ушлых детишек, которыми кишат разные локации. Рожденный с изначально неравномерно сформированными функциями человек, в такой среде может очень удобно найти себя. Решенный эмпатии и эгоистичный человек намного проще прогрызет себе путь наверх. А если он при этом высокомерен и считает себя достойнейшим из достойных, то путь этот он будет прогрызать как можно выше, чтобы попасть в наиболее комфортные условия. А там, в этих условиях, соберется и специфическая выборка из таких же людей. Такая среда будет поощрять хитрость, лукавство, изворотливость, двуличие. Психопаты часто тянутся к власти, а у власти они сами формируют среду, которая будет подпитывать их психопатические наклонности. Они будут их развивать и превращать задатки в самые настоящие навыки. А Астариан был у нас городским судьей. Это же практически мелкий чиновник. А учитывая то, что Балдурово-Роцк это не поселок городского типа, а большой город, то должность эта вполне себе весомая. И человек с манией величия и отсутствием эмпатии может натворить дел, будучи судьей, и ощутить в полной мере свою власть. Впрочем, такой человек может быть и справедливым судьей, учитывая то, что сниженная эмпатия позволяет более рационально подходить к делу и концентрироваться на сухих фактах и деталях, а не на сентиментальной стороне вопроса. Он, кстати, судья. Немножечко вспомним, да, о том, кем он был до того, как стал вампирем. Он судья, он может говорить об этом с точки зрения своего образования, но предпочитает говорить об этом с точки зрения своих принципов. Но психопатия на той психопатии, что она характеризуется тотальностью и стабильностью, то есть имеющиеся свойства личности проявляются всегда и во всех сферах жизнедеятельности. Мы видим Астариана как обидчивого, жаждущего внимания человека, который любой намек на критику или несогласия воспринимает с болезненным раздражением. Если мы берем за аксиому именно наличие в него психопатии, то данные черты должны проявляться во всех сферах, в том числе и на работе. А что может сделать человек с такими чертами, когда обладает властью? Правильно, он может нахуй вертить там такого бардака, что разгребать потом придется годами. И, видимо, в какой-то момент он просчитался, а о безопасности своей беспокоиться не стал, потому что редко, когда столь заносчивые люди ожидают негативных последствий своих решений. Поэтому в один прекрасный день Астариана убили. Меня расстреляли, но я не сдался. Да, мы переходим к той части нашего обсуждения, в которой можно было бы заподозрить псевдоорганическую природу особенностей Астариана. Впрочем, исходя из того, как это показано непосредственно в игре, эту гипотезу, скорее всего, придется отложить. Но обо всем по порядку. Да, Астариана убили, но, конечно же, не до конца. В тот самый момент, когда он уже практически склеивал ласты и мысли написал завещание, ему на помощь явился лорд-вампир, который предложил ему вечную жизнь и прочие ништяки в виде вампира, но умолчал о некоторых небольших, несущественных деталях, написанных мелким шрифтом. Впрочем, человек, находящийся на грани смерти, наверное, не будет очень придирчив к деталям. И даже узнав полный перечень особенностей, которые будут ждать его в ближайшем будущем, вряд ли он скажет, ой, да пошел ты, у меня тут встреча с Иисусом нашим Христом, я опаздывала. Слава Господу! Аминь! Поэтому, конечно же, Астариан согласился. И пока лорд-вампир пьет кровь Астариана и запускает процесс превращения в отроде, остановимся и рассмотрим чуть поподробнее целых два фактора, на основании которых может развиваться органическое поражение головного мозга. Во-первых, Астариана и сбит, не исключено сотрясение мозга. К тому же, он практически умер и истекал при этом кровью, что вполне себе может приводить к тому, что в течение какого-то времени было довольно слабое кровообращение и недостаток кислорода, поступающего в мозг. Во-вторых, непосредственно лорд-вампир, который выпил кровь Астариана. Хрен знает сколько, потому что Литраж не замерялся, но в целом, когда человек уже умирает достаточно, чтобы звезды увидеть, наверное, тут каждая капля уже на вес золота. И к тому же, мы не знаем, что было потом. Наверняка была кома, возможно, кратковременная, потом мы не знаем, как проходил процесс восстановления и процесс превращения тоже толком не описан, но сам Астарин его описывает как ужасно травмирующий, болезненный и влекучий за собой изменения в теле. Поэтому вполне возможно, что органика здесь какая-то имеет место быть. Даже при учете магии я все равно не могу представить себе процесс превращения в вампира с точки зрения биологии. Возможно, каким-то волшебным образом переписывается геном, на что намекает как минимум изменение состава крови, а это изменение на уровне костного мозга как минимум. Появляющаяся светобоязнь, которая может быть связана со снижением меланинов в коже, который служит защитой от ультрафиолета, и изменение пищевых предпочтений. Почему-то нужна именно кровь, но ее резус-фактор и группа не важны. Но, возможно, за счет магии поражение не такое сильное. Возможно, вампиризм сыграл роль патогенного фактора, который мог усилить и без того имевшиеся качества, ударив по самому слабому звену и выбив из-под стен подпорки. В пользу такого варианта свидетельствует тот факт, что после превращения в вампира человек все-таки сохраняет ряд своих изначальных личностных особенностей. Это называется преморбидные черты, преморбидные особенности. Но вместе с тем к ним добавляются и специфичные именно для вампиров черты, такие как хладнокровие, манипулятивность и жестокость, эдакие качества охотника. Вампиризм может также повышать болевой порог и изменять частоту сердечных сокращений, что может делать человека более бесстрастным и бесстрашным. И эти качества, кстати, также свойственны и психопатам. Но с точки зрения социально-психологической, коммуна вампиров может и сама формировать другие антисоциальные и асоциальные качества в членах своей группы. Как говорил сам Астариан, многие вампиры являются редкостными параноиками из-за постоянных склок на почве борьбы за власть. И ой, как удобно, если у человека все эти черты есть изначально. Возможно, они настолько сильно выражены, возможно, у Астариана они были не такими патологичными, и мы имеем дело с акцентуацией характера. Это такие изменения, патологические характеры, которые не носят стойкого, стабильного, тотального характера. И могут в разных ситуациях проявляться по-разному, могут корректироваться, хотя лично я склоняюсь больше к тому, что у Астариана все-таки психопатия, но нельзя отвергать того варианта, что, возможно, изначально имела место быть просто акцентуация, которая усилилась из-за особенностей среды, в которую Астариан попал. И вот эта акцентуированная личность переносит биологические изменения, бьющие по самым слабым местам в личностной структуре, а потом еще и попадает в среду, где для наилучшего выживания необходимы как раз эти черты. Необходимость адаптации под изменившиеся условия совсем расшатывает и без того неустойчивую структуру личности, делая ряд качеств еще более вычурными. Ну и вишенка на торте. Кому не вампиров, вампирские отроди сидят у параши. Они являются рабами, и конкретно этот хозяин был напрочь отлетевшим утырком с садистическими наклонностями. И получается максимально травматичная ситуация. Человек, который когда-то, еще буквально несколько дней назад, возможно, был на пьедестале и блистал, овладал властью и возможностью делать собственный выбор, и он падает на самое дно, где он не имеет прав даже на собственные мысли и тело, где он постоянно подвергается унижениям и пыткам. И это длится 200 лет. И тут я предположу третий возможный механизм формирования особенностей Астариана. Травматическая ситуация, например, военные действия или насилие могут вызвать изменения в эмоционально- личностной сфере. Чаще это переходящие, временные нарушения, редко, когда это тотальные изменения всей структуры личности, обычно лишь отдельных аспектов. Но бывают случаи и хронического стресса, которые могут изменить всю систему ценностей и морали, могут стереть напрочь имевшиеся раннее понимание себя, мира и себя в этом мире. А на что способна травма, которая длилась 200 лет? Даже при условии того, что Астариан является эльфом, а в данном сеттинге он относится к относительно долгоживущим существам, мы не знаем, в каком паспортном возрасте он попал в рабство, но тем не менее 200 лет это, если не больше, чем вся его прожитая ранее жизнь, то как минимум половина. Прикиньте, половину жизни провести в таких условиях, и это не первая половина, когда человек только рождается в этих условиях и еще не знает, какой может быть другой мир, а это, ну, вторая половина, когда человек уже успел повидать мир и даже успел поиметь какие-то привилегии, и вдруг он их все лишился и оказался вот на столь длительное время в подобных условиях. мы просто не знаем, как может поменяться личность в таких условиях, может быть, она рождается вообще заново и абсолютно новую, у нас просто нет данных. Да, в истории мы можем наблюдать такие моменты, как изменение личности, которая пробыла в рабстве или в плену у маньяка на протяжении 10-13 лет, но обычно это все равно не тотальные изменения, хотя довольно сильные, но ядро личности обычно остается все равно нетронутым. В данном случае мы действительно просто не можем знать. Более того, в данном случае травматичная ситуация длилась так долго, что она стала обыденностью. Возможно, именно поэтому мы на первый, да и на второй взгляд не видим у Астария на каких-то ярких проявлений ПТСР, которые, по идее, должны быть, учитывая то, что он без году недели, как освободился от рабства. Лишь копнув чуть глубже, мы видим страхи и неуверенность, мы видим, что развязанное поведение отчасти является следствием работы, которую Астариян выполнял на хозяина, а также оно может являться гиперкомпенсацией. Мы видим потерянность во времени, категория будущего у Астарияна не сформирована, мы видим неподдельный страх в ситуации, которая напоминает о перенесенном опыте, но мы не видим других, более явных признаков ПТСР. Вероятно, из-за длительности травмы она стала действительно восприниматься как обыденность, как часть жизни. И это примерно так же, как с детьми, которые изначально родились в психотравмирующих условиях. Их особенности, когда они вырастут, будут не такими, как у человека, который попал в подобные условия уже в осознанном возрасте. И теперь мы наложим элемент метафоры на ситуацию Астарияна. Превращение вампира во многих культурах связано с перерождением, и да, оно связано со страхом людей перед смертью, превращение происходит в монстра, но тем не менее, чисто с метафорической стороны мы имеем дело с появлением новой жизни. Поэтому, если продолжать действовать в метафорическом поле, то Астариян прежний умер там, на улице, в Канаве. И родился новый Астариян, но уже сразу в психотравмирующих условиях вампирской коммуны. И это, видимо, тот момент, когда я начинаю прям активно подглядывать в записи, потому что я боюсь упустить логическую цепочку, которую сама же придумала. Из всех этих трех вариантов можно выделить, в принципе, довольно логичную цепочку того, как происходило формирование личности Астарияна в том виде, в котором мы видим ее в итоге, в самой игре. Мне это видится так, что некоторый преморбидный базис под воздействием психосоциальных условий приобрел изменения с целью адаптации к сложившейся ситуации. И мне кажется, что изначально у Астарияна и так были все эти черты. То есть он изначально был восторюбивым, самовлюбленным, склонным к манипуляции, лжи человеком. Но под воздействием травмы эти черты стали еще более вычурны и яркими. Возможно, изначально личность и психика подверглись очень сильному стрессу при изменении условий, и была некоторая ситуация кризиса, которую мы можем только предполагать. Возможно, первые лет сто рабства Астариан был лишь влеклой тенью себя самого. Но в какой-то момент травматичная ситуация стала обыденностью и стала хронической. В результате чего ядро личности, которое, в общем-то, практически невозможно растоптать, начало проявлять себя заново, просто с удвоенной силой, поскольку это было более полезно для адаптации в сложившихся условиях. Возможно, Астариану было намного проще привыкнуть к среде, которая его окружает, чем другим вампирским отродиям, которые изначально, например, не обладали такими чертами. И, в принципе, это даже видно и в самой игре по другим отродиям, хотя мы их довольно мало видим, но они кажутся более потерянными и более озлобленными. Они именно больше похожи на крыс в лабиринте, которые грызут друг друга для того, чтобы что-то получить, которые прям очень зашуганные, запуганные, несчастные и не знают, что делать и как им быть, тогда как Астариан на момент начала игры, уже всего первый день выбравшийся из рабства, он уже выглядит вполне себе адаптированным для самостоятельной жизни человеком, то есть в нем не чувствуется такая сильная зависимость потребность в группе, то есть он примкнул к протагонисту не потому, что, боже, я не знаю, как выжить в этом мире, а скорее, ну ладно, так будет просто более эффективно, а так он бы самостоятельно на самом деле прекрасно справился бы с этой жизнью, чего нельзя сказать о других отродях, которые в момент, когда они от рабства освободились, они выглядели ну вообще максимально потерянными и не в своей тарелке, исходя из этого, я предполагаю, что вот просто у Асталина изначально были черты, которые более свойственны вампирам, и поэтому в данной среде ему было намного проще адаптироваться, что не отменяет того факта, что был серьезный кризисный момент и что это серьезная встряска для психики и что все пережитое является сильнейшей травмой, но как бы это одинаковая травма для всех присутствующих там отродий и в рамках этой группы Асталин, я думаю, адаптировался проще всех. В итоге под воздействием биопсихосоциальных факторов на субстрате преморбидной личности выросло то, что выросло, а именно самый настоящий нарциссический психопат. И вот этот поросеночек рос, рос и выросла такая большая. Ура, аллилуйя, ребята, мы дошли наконец-таки до самого главного момента нашего обсуждения. Я нас поздравляю, но я сразу же сделаю оговорку, что я являюсь клиническим психологом, не психиатром. Я не имею права ставить диагнозы, просто из-за того, что мы здесь находимся в шуточной атмосфере. Я для того, чтобы рассказать вам всякие интересные штуки, позволю себе такую вольность и выражу мнение о том, какой диагноз, какие нарушения есть у данного персонажа, потому что мне нужно от чего-то оттолкнуться. У меня нет под рукой карманного маленького психиатра, который бы дав мне на это право и сказал бы «Да, его нарциссическая психопатия валяет, шуруй дальше». Поэтому я сама себе дала такое дозволение и, исходя из этой аксиомы, я буду строить свои дальнейшие рассуждения и какие-то объяснения. Потому что, будучи клиническим психологом, патопсихологом, в мои задачи входят рассмотрение механизмов закономерности развития психики, в том числе и патологической, и сравнение особенностей патологической психики с нормативной. То есть, мы сравниваем норму и патологию, и мы, как психологи, говорим как раз-таки о том, каким образом личность сформировалась так, как она сформировалась. То есть, все то, что мы делали до этого, это была чисто работа психолога. То есть, мы пытаемся с помощью анализа ситуации предположить закономерности развития психики, опираясь на уже имеющиеся какие-то данные, чтобы собрать полную целостную картину. Общее описание наркотического психопата следующее. Это люди, отличающиеся повышенным самомнением, часто несоответствующим реальности, но, может быть, и вполне реалистичным, чувством собственной грандиозности и исключительности, и оно сочетается с одновременно высокой чувствительностью к критике и пренебрежению реальному или кажущемуся. Реакции на это либо выражены гневливые, либо подчеркнуты равнодушные, игнорирующие. Нарцисс ощущает себя привилегированным, но в то же время часто испытывает стыд и зависть. Самооценка хрупкая и зависит от окружающих людей, даже если складывается впечатление, что это не так. Для многих нарциссов характерно чувство внутренней пустоты, что роднит их в какой-то степени с пограничным расстройством личности. Это ощущение также называют диффузной идентичностью. Причем с точки зрения например того же психоанализа природа хрупкой самооценки нарциссов заключается в том, что они воспринимают других людей как продолжение собственной самости, что выражается как в потребительском отношении к людям, ведь они нужны только для удовлетворения потребностей нарцисса, так и в сильном переносе. Перенос по психоанализу это перекладывание чувств, эмоций, отношений, которые когда-либо обозникали по отношению к значимым людям в прошлом на совершенно других людей в настоящем. Грубо говоря, ваша соседка напоминает вам вашу школьную учительницу, и поэтому вы испытываете к ней исходные чувства. И вот нарциссы ввиду своей пустоты активно переносят, как бы навешивая ярлыки, а потом срастаясь с ними, ведь, как мы помним, все люди являются продолжением самости нарциссов. В своем переносе они могут искать авторитет, с которым хотелось бы себя ассоциировать, или подтверждение своих идеалов и ценностей. Поэтому, если другие люди вдруг начинают вести себя не по навешанному на них шаблону ожиданий, если они вдруг вызывают не те чувства, которые должны, нарцисс злится и отвергает таких людей, ведь это одновременно вредит их восприятию самости нарцисса. Простыми словами, вся самооценка нарцисса находится в его окружении, а не внутри него самого. Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что нарциссы обладают практически экзибиционистской потребностью во внимании, и при этом они нуждаются в восхищении, но обладают сами довольно сниженной эмпатией и склонны использовать других людей для своих нужд. Давайте теперь пройдемся прямо по классификаторам DSM и попытаемся по пунктам соотнести услышанное с увиденным в игре. По DSM необходимо как минимум пять следующих симптомов набрать для того, чтобы поставить диагноз нарциссическое расстройство. Первое. Грандиозное чувство собственной значимости, поглощенность фантазиями о небывалом успехе. Тут все очевидно, как только на горизонте маячит хотя бы призрачный шанс получить какую-то власть и какой-то успех, как Астарин уносится на своих фантазиях в это прекрасное будущее, в котором у него уже все это есть. О, нет! И если жить в его фантазии, то он уже является единственным и неповторимым вампиром, настоящим истинным вампиром, который может ходить под солнцем, который обладает абсолютной властью, так еще он до кучи управляет гигантским инопланетным мозгом, который может контролировать всех представителей Земли, которые заражены вот этими вот имплантами, которые всем инопланетяне в мозг повставляют. Второе. Убежденность в собственной уникальности. Ну, это его постоянная фабула «Я достоин большего». Постоянная «Я-я-я-я-я-я-я». И да, в его ситуации много кто говорил бы так, потому что 200 лет он прожил в рабстве и не имел абсолютно ничего, поэтому вполне логично захотеть иметь хоть что-то, но в случае Астарина мы имеем дело не хоть с чем-то, мы имеем дело абсолютно со всем. То есть он хочет иметь именно вот все и все это должно быть самым лучшим и получить это должен только он и никто другой. Все остальные жертвы насилия, с которыми он вместе варился в одном котле и которых называл братьями и сестрами, они этого недостойны. Можно пойти по головам этих людей, можно их предать, можно их использовать, но главное, что все самое лучшее должен получить только он, потому что он хороший и достойный. Да, они вампирские отроди. И ты тоже! И ты тоже! Почему ты считаешь, что ты можешь распоряжаться жизнями других, когда ты сам не лучше? Почему ты заслуживаешь всего самого лучшего, а они нет? Почему твоя жизнь стоит дороже? Чем? Третье. Потребность в чрезмерном восхищении и уважении. Ну, напрямую мы этого прямо-таки не видим, то есть он этого не выражает, по крайней мере, словами, но лучшим моментом на грани с проективной методикой я считаю один конкретный эпизод в игре абсолютно незначимый, абсолютно случайный, но мне кажется, он настолько потешным и настолько уморительно точно отражающим особенности Астария, на что я его включу. В общем, есть один момент в игре, когда в таверне можно поговорить с кошкой, поскольку в данной игре есть такая возможность разговаривать с животными, можно поговорить с кошкой, которая является очень такой тщеславной, высокомерной, и кошечка разрешает на себя смотреть, но не разрешает себя трогать. И я начала наваливать комплименты кошечке, потому что кошечка поросля, кошечка красивая, я просто там облизывала с головы до пятниц, говорила, какая она классная и замечательная, и каждую мою реплику Астариан одобрял. А что ты так разозлилась? Любуй с твоей красотой. Астариан одобряет! Кто-то очень сильно ассоциирует себя с этим высокомерным питомцем и испытывает приятные чувства, когда протагонист лебезит перед этим существом. Опять же, если все существа вокруг являются продолжением самости нарцисса, то и кошечка тоже. Поэтому, когда кошечку палят, это хорошо, это классно, это здорово. Это же тоже кошечка своего рода, да? Вот. Четвертое. Чувство избранности и беспричинные ожидания очень хорошего отношения или беспрекословного подчинения. Ну, напрямую, опять же, мы этого не видим и не слышим, так как я все-таки не все ветки диалогов с ним вела, но вообще-то, да, сейчас я поняла, когда писала этот сценарий, этого еще не было, при ведении с ним романтической ветки в самом начале он абсолютно сомневается в том, что он неотразим и что протагонист или протагонистка в любом случае присутствует. Вот вообще нет ни единых сомнений. Поэтому он очень обижается, когда протагонист говорит, типа, пошел ты в жопу, а старин. Как вы меня заебали этой ночью. Я моя радость скорее всего с гоблином пересплю. Вы привлекательны. Я чертовски привлекательны. Чего зря время терять в полночь. Жду. Пятое. Тенденция использовать окружающих для поддержания самооценки, в отличие от антисоциального расстройства личности, где окружающие используются только для материальной выгоды. Здесь, в принципе, через цепочку умозаключений можно прийти к актуальности этого пункта. Вот почему ты так помешан на власти, потому что ты тоже хочешь делать все, что хочешь. Думаешь, сила означает, что ты можешь делать что угодно без последствий? То есть, ему хочется наслаждаться покорностью других людей, что возвысит его в собственных глазах и поможет оправиться после стольких лет унижений, как ему кажется. Честое. Невозможность или нежелание проявлять сочувствие, понимать чувства и потребности других или ставить себя на их место. Отсутствие эмпатии отличает их, нарциссических психопатов, от истероидных психопатов, где остается все-таки желание и умение проявлять заботу, тепло и сочувствие. И это мой самый любимый пункт. Просто есть два самых замечательных примера по этому поводу. Первое это реакция на необходимость ради получения выгоды убить своих названных братьев и сестер, с которыми он жил на протяжении двухсот лет. Он говорит следующую фразу цитата в этой фразе прекрасно все и слово вырезать в контексте семьи и это дихотомия между своей и чужой семьей, а не между желанием убивать и не убивать. То есть нормальный бы человек сказал я бы предпочел не убивать чем убивать а он говорит я бы предпочел убивать другую семью а не свою. И второе я считаю лучшей демонстрацией этого пункта в самом начале игры Астарин предпринимает попытку выпить кровь у главного героя и можно ему позволить это сделать и можно провалить проверку убеждения что я успешно делала и соответственно Астарин насмерть выпивает главного героя и закадровый голос в этот момент подчеркивает что Астарин прекрасно слышит предсмертные хрипы протагониста его слабый голос и просьбу прекратить но он намеренно не прекращает потому что ему плевать Седьмое чувство зависти к окружающим или убежденность в том что завидуют ему но здесь скорее первое каждый кто обладает властью попадает под пристальное внимание амбиции Астарина и вызывает жгучую и зрительную зависть и в основном это связано лично с его хозяином которому он завидует он постоянно говорит блин он такой мощный такой сильный конечно он мудак но вот я бы хотел быть таким как он восьмое поведение поведение и взгляды отличаются высокомерием и самонадеянностью но на самом деле что прикольно то что эти особенности поведения можно оценить в принципе и по внешнему виду в этом плане разработчики очень хорошо постарались они наделили каждого персонажа своим уникальным паттерном движений и мимикой поэтому в принципе глядя на каждого из героев можно понять что они из себя представляют даже не слушая что они говорят и есть определенные жесты определенные какие-то мимические проявления которые они используют для демонстрации определенных констелляций характера и эти же паттерны поведенческие двигательные мимические они повторяются и у NPC если у этих NPC есть похожие черты характера но вот каждый конкретный спутник он уникален и он обладает уникальным набором действий и движений театральная жестикуляция подвижность и периодические застывания в горделивых позах отличают Астариан от остальных спутников в игре даже без звука можно считать характер но когда слушаешь со звуком господи боже просто я преклоняюсь перед актером озвучки он работал как в последний раз вот он отрабатывал каждое слово каждую интонацию он как будто жил там я просто в восхищении я не удивлена что он получил награду за лучшую роль ну что он абсолютно точно достоин этот человек играл много мудаков в разных играх но этот мудак самый мудаческий и самый реалистичный просто ты можешь закрыть глаза и просто слушать голос даже не очень понимая возможно суть но уже по интонациям понятно что ты имеешь дело с редкостной гнидой просто господи в каком же восторге тон оцените тон с которым он это говорит он не говорит это из разряда простите мне очень жаль это были приказы которыми я не мог сопротивляться это что-то из разряда приказали просто вот и сделал в глубине души они всего лишь дети и чё все ты постоянно оборачиваешь в сторону себя что я я я головка отхуя вот и при этом что еще стоит сказать про нарциссизм он считается спектральным расстройством это значит что могут быть разные степени его выраженности так у людей могут быть просто черты нарциссизма но при этом у них нет нарциссического расстройства личности и эти черты тоже могут быть выражены по-разному можно быть ну как бы чуть-чуть высокомерным да можно быть самовлюбленным можно быть тщеславным то есть даже в обыденной речи на в разных словах у нас подчеркивается разница между этими состояниями можно просто там ценить себя разные степени выраженности и даже в рамках игры тоже можно удобно это наблюдать то есть вообще в Baldur's Gate третьем очень много нарциссов игра очень страна на них не знаю возможно в Baldur's Gate распределили какое-то вещество в воздухе распылили в результате у них повышенная вероятность рождения нарциссов но там реально что не персонаж что нарцисс но выраженность разная и мы можем видеть например на примере одного из еще из наших спутников проявление нарциссических черт которые не являются выраженными до степени нарциссизма например вот среди спутников у нас есть волшебник по имени Гейл у него ярко выраженные нарциссические черты но что самое главное у него нет проблем с эмпатией и его мотивы и цели остаются просоциальными по крайней мере он искренне уверен в том что сила которую он хочет овладеть нужна для общего блага у него присутствует выраженный познавательный интерес а осознание собственной важности ему нужно не для того чтобы сиять он наслаждается своим великолепием самостоятельно не привлекая лишнего внимания и теперь еще немножечко расскажу проинтересный момент у нарциссов и особенности детско-родительских отношений в этом вопросе вы просто вы охуеете когда поймете о чем я говорю и к чему я иду это просто я считаю это прекрасный прекрасный картин в детско-родительских отношениях нарциссичного человека преобладает скрытая агрессия родитель испытывает потребность в том чтобы превратить ребенка в объект нарциссического удовлетворения используя ребенка как продолжение самого себя делая его особым то есть реализуя в нем какие-то свои амбиции стремления с одной стороны но и завидуя его успехом с другой ведь тогда идентичность нарциссичного родителя колеблется поэтому он испытывает моральное удовлетворение от нарциссических провалов ребенка когда фрустрация стремления к успеху приводит к ощущению ребенком собственной неполноценности такой родитель с одной стороны настаивает на успехе силой уговорами и всеми правдами и неправдами заставляя ребенка добиваться тех успехов которые хочет сам родитель А с другой стороны, он просто не может скрыть злорадство при провале своего ребенка. Злорадство прикрывается агрессией. Ведь родитель не может показать, что он рад проигрышу. Поэтому, несмотря на удовольствие от краха ребенка, родитель наказывает его за этот провал. В итоге «я» ребенка является не его истинным «я», а продолжением родителя, реализации его нужд. Отсюда представление о нарциссах как об использованных детях. Нарциссизм ребенка — это проекция родительского эго. Это идеал, которым вы восхищались. Но восхищение он заслуживал ценой внутренней пустоты. И тут мы снова возвращаемся в вампирскую коммуну. Порт-вампир в этой конкретной группировке позиционировал их группу как семью. Самое важное — это семья. То есть он настаивал на том, чтобы все отродья называли друг друга братьями и сестрами, а себя самого он, видимо, позиционировал как авторитетную фигуру отца. И опять, если мы вернемся на метафорический уровень и посмотрим туда чуть глубже, то превращение в вампира — это как бы начало новой жизни. То есть аналогично рождению ребенка. И семейная система, в которой оказался Астайлин после этого перерождения, это как бы семейная система, которая формируется сразу вокруг ребенка, когда он приходит в этот мир. Но только она поддерживается здесь еще 200 лет. И, конечно же, влияет на формирование психики. Эта мера пресечения остается той же. И дальше будет находиться в оперской семье. То есть очевидно, что сам этот лорд-вампир — это грандиозный нарцисс со звездными амбициями. И его к психологическому портрету добавляется также паранойя и садизм. Он обращается со всеми рабами, как с вещами. Он их использует, он их пытает, он наслаждается от их криков, от их страданий. Просто он выдумывает каждый день какие-то новые способы унижения, как психологического, так и физического. И больше всех он выделял Астариана. То есть, вспоминая несколько абзацев выше, он делает его особым. Как этот нарциссичный родитель в семейной системе, в реальной жизни, нарциссичный родитель делает своего ребенка особым. И вот этот лорд-вампир, он выделял Астариана, считал его отличающимся от всех остальных. Но, к сожалению, когда ты находишься в окружении и в компании грандиозного нарцисса-садиста, то, когда тебя выделяют и делают особенным, это не сулит ничего хорошего. Мама говорит, что я особенный. Возможно, из-за того, что как раз-таки этот нарциссичный отец наиболее сильно совершал перенос по отношению к Астариану. Он видел в нем как бы самого себя. Поэтому он одновременно пытался через Астариана реализовать, возможно, какие-то свои амбиции, какие-то свои желания. Но вместе с тем, как типичный нарциссичный родитель, он радовался проигрышу Астариану. Потому что все-таки, ну как бы, ну, в этом плане кукуха-то сохранный. Человек умом-то понимает, что он это не другой человек. Это же чисто такое на эмоциональном каком-то уровне, на бессознательном ощущение того, что все люди это продолжение своей собственной самости. А умом-то как бы идет осознание, что это другой человек. Поэтому просто в какой-то момент появляется осознание того, что как же так, другой добился какого-то успеха, другой в чем-то превосходит. То есть, не знаю, он красивее, он успешнее, он лучше справляется с какими-то задачами. Как же так? Ведь я здесь самый классный, надо его наказать. Сомнительно, но окей. Можно сказать, что их отношения носили сложный садомазохистический характер. То есть, хозяин издевался над существом, в котором видел черты самого себя. Ну, все адекватно, все нормально. Конечно. Вот. И я более чем уверена, что несмотря на ненависть к хозяину, хозяин для Астариана является объектом привлекательным с точки зрения идентификации. По сути, даже освободивший от плена, Астариан все еще себе не принадлежит. Ведь его желание и стремление все еще крутятся вокруг того, чего хотел и хочет его хозяин. То есть, его хозяин сейчас хочет вознестись, то есть, провести ритуал, убив всех своих отродий, чтобы стать самым классным, самым восхитительным, единственным в своем роде вампиром. И Астариан хочет того же самого. И можно было бы подумать, что, ну, любой на его месте, наверное, хотел бы сделать точно так же. Но нет, на самом деле, не любой. Очень многие и многие из отродий главного этого вампира, они говорили о том, что на месте Астариана они бы сбежали и никогда больше не отсвечивали. А Астариан, несмотря на страх, он продолжает идти в сторону своего обидчика, а не бежать от него. И да, он это объясняет тем, что если я буду постоянно убегать, рано или поздно охотники меня найдут, и этот вампир меня из-под земли достанет. Но это в какой-то степени лукавство, потому что, когда ты можешь ходить под солнцем, и ты не ограничен ночным временем для того, чтобы посылать своих сверхсильных слуг человеческим слугам, которые могут являться какими-то охотниками вампиров, им тоже нужно спать, только делать это нужно ночью. А тебе спать не нужно, потому что ты эльф, который не спит, они медитируют всего 4 часа, вампир, которому, в принципе, усталость чужда, и при этом ты модифицированный, генно-модифицированный вампир, который может ходить под солнцем спокойно, у тебя есть огромное преимущество в отрыве по времени. Ты можешь уехать, уйти, блин, в Караганду, и там тебя никто просто никогда не найдет. Но он, несмотря на страх, разворачивается и идет обратно в город. И не просто, чтобы убить своего хозяина, чтобы отомстить, возможно, освободить своих братьев и сестер. Нет, он идет туда, чтобы сделать ровно то же самое, что хочет сделать его хозяин, то есть убить всех остальных, вознестись и стать единственным и неповторимым самым шикарным вампиром. То есть это буквально он продолжает реализовывать те же стремления, которые реализовывал его отец. Он как бы не свободен от него до сих пор в ментальном плане. У него есть шанс неиллюзорный превратиться в такого же кровожадного кровососа, как и его хозяин. И он, возможно, даже будет так же истязать своих отродий, точно так же бессознательно видя в них самого себя. И снова эта цепочка странных садомазохистических, нарциссических отношений, основных на переносе, будет продолжаться и дальше, дальше. Это абсолютно неиллюзорный, нешуточный шанс, как бы игра не пыталась нас убедить в обратном. В общем, подводя итог, что мы имеем? А мы имеем в лице Астарина, самого настоящего нарциссического психопата, со всеми вытекающими последствиями. Вытекают они, конечно, очень вонючие. До заболевания вампиризмом у Астарина, скорее всего, были выраженные нарциссические черты, но они могли не доходить до уровня психопатии или быть скорректированными. Но пережитая травма и околосмертный опыт после избиения, а также последующая трансформация по неизвестным нам биологическим законам данного фэнтезийного мира привели к дезорганизации и без того дезгармоничной личностной структуры. Попадание в новую среду, сопряженную с хроническим стрессом и насилием, могло усилить имевшиеся ранее черты в целях лучшей адаптации к изменившимся условиям. Существование в новой социальной ситуации продолжалось на протяжении 200 лет, и это тоже могло отложить свой непоправимый отпечаток на и без того патологический характер, закрепив его. При этом мораль, мотивы и мировоззрение обновленной личности не входят в сильное противоречие с преморбидными установками, что резко снижает вероятность внутреннего конфликта, который потенциально мог бы лежать в основании будущих позитивных изменений. И да, мне здесь, в данной ситуации, видится абсолютная невозможность какого-либо изменения данной личности, по крайней мере, в ближайшей перспективе. А ближайшая перспектива для существа, которое живет практически бесконечно долго, это тоже еще лет 200, как минимум. И игра нас пытается убедить в том, что Асталин способен измениться. Но в этом плане игра похожа на девочку-подростка, которая считает, что вот этот вот нехороший мальчик пообщается с ней и станет лучше. Он не станет. Но просто игра не может оставить одного из персонажей без потенциального личностного роста, потому что должна быть какая-то ветка, и она должна как-то, ну, иметь как минимум две развилки, условно хорошую и условно плохую. И просто в чем, как бы, проблема? Из-за того, что, видимо, изначально Асталин не был обременен какими-то морально-нравственными ценностными ориентациями, когда он стал вампиром, когда он уже адаптировался к этой ситуации, по большому счету, не так уж сильно в противоречие с его какими-то установками входило то, что ему приходилось делать. Ему скорее было жалко себя. То есть даже показательный момент, цитата. Он рассказывал о том, что для того, чтобы выполнять задания от хозяина, ему нужно было находить людей, соблазнять их, и потом этих людей обманным путем заманивать в поместье своего хозяина, где хозяин бы их потом убивал, ну, то есть, типа, съедал. И Асталин выбрал для себя такую форму заманивания, а опять же, это собственный выбор. Он выбрал такую форму заманивания, как, ну, самое настоящее соблазнение. То есть, он ходил куда-нибудь в таверну, знакомился там с каким-нибудь мальчиком или девочкой, на-на-на, обольщал, поехали ко мне, вот, и в итоге приезжали к нему, ну, а там, типа, хердык, секир, башка. Опять же, он мог выбрать другой способ, и я уверена, что некоторые другие отроди выбирали другой способ, ведь можно похитить жертву разными вариантами. Можно по башке ударить, можно хватит текать, можно заманить ребенка конфеткой, можно попросить о помощи из разряда «У меня кран прорвало, не поможете ли вы мне?» Можно вызвать курьера, а потом его не выпустить. Короче, ну, то есть, типа, варианты есть. Он выбрал именно этот вариант, потому что, видимо, он наиболее откликался его собственным каким-то особенностям и его собственным взглядом, он выбрал этот вариант. И да, ему было неприятно, но неприятно ему было не столько то, что он заманивает людей, которых потом убивают, ему было неприятно то, что хозяин заставляет его, по сути, использовать его вот эту вот сильную сторону, то есть сексуальность, в своих каких-то целях. А по сути, его вообще не волнует, что там с теми людьми было. И он даже говорит такую фразу, что «Я, конечно, старался выбирать людей посимпатичнее, но через какое-то время стало уже все равно». То есть в контексте разговора о том, а как тебе вообще было вот в этой роли, как ты к этому относился, он не выражает какой-то тоски, раскаяния по отношению к содеянным, он жалеет самого себя, и он говорит, что «Я такой несчастный, мне приходилось это делать, поэтому я выбирал людей посимпатичнее, просто чтобы мне было приятнее их соблазнять перед тем, как их убьют». Здорово, правда? И как бы из-за того, что не было таких больших родногласий с тем, что Астариан сам считал приемлемым, то внутренний конфликт на этой почве сформироваться не может. А когда нет внутреннего конфликта, то и нет, по сути, стремления к изменениям. У Астариана сомнений ноль. То есть до самого конца он продолжает гнуть свою линию. И да, периодически на словах у него возникают какие-то такие моменты и такое как будто легкое сомнение в том, что «А не слишком ли аморально то, что я делаю?» Но эти сомнения тут же уходят. Он в лицо говорит одно, а потом за спиной говорит абсолютно другое. Так, например, в самом конце мы встречаем одну из жертв Астариана, то есть человека, которого он соблазнил и заманил к своему хозяину. Оказалось, что этот человек не умер, его тоже превратили в отродье, держали в плену. И это была самая первая жертва Астариана, поэтому к ней он, как и любой маньяк, имеет определенные чувства, отличающиеся от чувств по отношению к другим жертвам. И когда возникает возможность, может быть, освободить этого несчастного, то когда мы ведем разговор с этой жертвой, можно сказать какую-то мотивирующую фразу из разряда «ты можешь контролировать свою жажду крови, все будет хорошо, поэтому мы тебя выпустим», и Астариан как бы поддакивает и говорит «да-да-да», типа я по собственному опыту говорю, что жажду крови можно контролировать, все, типа будет ок. Мы отворачиваемся, проходит несколько секунд, он говорит типа «наверное, я должен их всех убить, наверное, это будет правильно». И у Астариана нет самостоятельной совести, чтобы совершать поступки, которые хотя бы имитируют нравственность. Ему нужен человек, которого он будет уважать, и который при этом будет постоянно гундеть и давить на эту самую совесть. Он должен постоянно вот ходить кругами, ныть над духом, надо делать так, надо делать так, это должен быть при этом достаточно уважаемый человек, чтобы Астариан его слушал. И тогда вот в перспективе столетий призрачный шанс появляется на то, что Астариан возможно как-то начнет хотя бы симулировать наличие нравственных ценностей. Но как бы это практически невозможно, потому что очень много перемен их должно совпасть и очень вряд ли они совпадут. Это печально. Ну и как-то подводя прям общий-общий итог, хочется, наверное, сделать какое-то обобщение и перенести все вышесказанное на реальную практику. Взаимодействие с подобной личностью в реальной жизни влечет за собой постоянное чувство недоверия, конфликтности, эмоционально-американские горки. Общение с таким человеком способно выматывать, но чего нельзя отнять, так это эмоции от каждой встречи. Эмоции часто очень крайних, то есть в один день нарцисс способен подарить собеседнику ни с чем не сравнимый восторг, а в другой растоптать. Все, что сопряжено с сильными эмоциями, очень хорошо оседает в памяти. Именно поэтому нарциссы не вылезают из головы своей жертвы. Человек вспоминает приятные моменты, негодует от ссор, ломает голову о причинах тех или иных поступков, смущается от комплиментов и ярких свиданий. А если что-то застревает у нас в памяти и становится объектом постоянной рефлекции, возникает повышенный риск ускоренного формирования привязанности к этому объекту. И как раз таки в случае нарциссов они способны очень хорошо примелькаться, потому что собой они вытесняют все мысли. А память штука довольно изменчивая. Через какое-то время негативные аспекты взаимодействия начнут вытесняться, все-таки яркие позитивные эмоции тоже присутствуют и довольно-таки часто. И может создаваться обманчивое впечатление, особенно после некоторой разлуки, что в целом человек-то не так уж и плох, и было много приятных моментов, и почему бы не дать второй шанс. И за счет таких сомнений периодически может возникать возобновление общения с нарциссом, даже если жертва решила с ним расстаться. Просто потому что, ну опять же, человек, наверное, неплохой, можно еще раз с ним пообщаться. К сожалению, очень сложно избежать попадания в сети нарцисса, если он серьезно принялся за охоту. Красивее нарцисса не ухаживает никто, ведь помним о том, что все люди — это продолжение самости нарцисса, и он, по сути, ухаживает не за вами, а за собой. Он достоин самого лучшего и достоин вашего почитания, по его мнению. Если нарциссу будет интересно с вами играть, он, подобно кошке, которая елозит по полу полумертвую мышь, вытреплет вам все нервы и высосет всю кровь. Важно успеть прервать эти взаимоотношения до того, как они начнут причинять серьезный дискомфорт. Здесь может помочь понимание сути психопатии, как тотальных и стабильных нарушений личности и характера, то есть понимание того, что лучше не станет, что это не может измениться, и конкретно понимание особенностей нарциссического расстройства, а также аналитический подход в противовес эмоциональному воздействию партнера. А также может быть полезным контроль собственной памяти, то есть фиксация всех позитивных и негативных, и скорее даже негативных, аспектов, которые были в ходе взаимодействия, чтобы собственная память не подвела, чтобы можно было перечитать и посмотреть. Может быть, действительно, память вас обманывает, и говна было сделано гораздо больше, чем подарено цветом. Но, к счастью, именно нарциссическое расстройство личности, довольно статистически редкое, и вероятность наткнуться на самого настоящего, грандиозного нарцисса-психопата крайне мала и стремится к нуду. Но в жизни хватает абьюзеров просто, которые имеют нарциссические черты, или даже их не имеют, но действуют по похожему паттерну. Поэтому какая-то рациональность, возможно, нудность, душность и дотошность в отношениях может сыграть свою позитивную роль, особенно на первых этапах, когда вы особенно хорошо не знаете человека, и лучше лишний раз под микроскопом его порассматривать, чем потом оказаться в ловушке, когда уже слишком поздно. То есть лучше на первых этапах не торопиться, чем потом расхлебывать последствия. А нарциссы очень любят торопиться. То есть они довольно сильно форсируют события и предлагают переводить только-только начавшиеся отношения в разряд романтических, не знаю, в течение нескольких недель, съезжаться, начинать жить вместе, потому что у них за счет поверхностной эмоциональности у них очень быстро возникают эмоции, и так же быстро проходят. И вот у них быстро этот процесс окрыленности, влюбленности начинается, и вот все, мы уже живем вместе, все здорово. А потом так же быстро это все разрушается и заканчивается. Но он не испытает никаких морально-нравственных терзаний после этого, а его партнер будет страдать, возможно, в течение долгого времени и думать, что с ним что-то не так. Вот. Ну, конечно, на самом деле эти советы никогда не работают, и каждый в любом случае может попасть в эти сети, и можно знать абсолютно всю теоретическую базу, и все равно влипнуть. Никакой уровень образования, никакое критическое аналитическое мышление не спасет, когда за вас серьезно возьмется какой-нибудь мошенник или шарлатан, или просто человек, который пусть и бессознательно или осознанно желает вас использовать. Астапа понесло. Вот. А на этом у меня, пожалуй, все. Это получилось очень длинное видео, надеюсь, что не очень нудное, надеюсь, что я смогла рассказать вам что-то новое, что-то интересное, надеюсь, что пример был достаточно ярким, хотя я не так часто апеллировала к нему. В общем, я считаю, что это своего рода новогодний подарок, даже если Новый год уже и прошел, а он наверняка прошел, потому что я очень медленно работаю. Но в любом случае, это своего рода подарок, пусть его и никто и не просил, но было три человека, которые в моем телеграм-канале поддержали идею того, чтобы я сделала это видео, поэтому я не обещаю, что каким бы длинным оно ни было, они досмотрят его до конца, поэтому я надеюсь, что каждый из вас, кто это обещал, сейчас это слышит. И вы меня не обманули, потому что надеждой была только на вас, что кто-нибудь до конца досмотрит такое длинное и такое своеобразное видео. Вот, как-то так. На этом у меня все. Увидимся когда-нибудь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok